Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Сегодня после некоторого перерыва по Киевской области опять прилетела А5 из Беларуси. Я уже задолбался, честно говоря, считать сколько ракет от бульбофюрера к нам за Шивр отсюда залетело. Значит, смотрите, по сегодняшним обстрелам расистов было несколько ракет. Часть полетела по Черниговской области, часть по Киевской области. Могу сказать, по Киевской области они упали либо в лесу, либо в сельской местности, что не меняет их опасности. Порядка 15 человек у нас на сегодняшний день раненых от, или пострадавших, от этих ракет. Значит, на телеграм-канале у нас, ссылочка снизу, как обычно, есть видео с результатами попаданий. Попали, что самое интересное вообще, ну, совсем уж сельские районы, что они там искали, чего они туда целились, не очень тяжело сказать. Какие там были войсковые соединения или что, ну, оно полная чушь, конечно, ничего там не было. Вот, могу сказать одно, что это такое? Это бешенство путинского режима. Лукашенко я даже не принимаю во внимание. Он сейчас на должности, ну, аналогичной, там, я не знаю, первого секретаря какого-то там замухрыженского райкома партии. То есть, он не решает ничего, он пустое место, как говорится, шлепок майонеза. Больше ничего. А, конечно же, вместо него там все решает Путин и его банда. Так вот, почему они вдруг решили по Киевщине снова стрелять? Это месть. Это банальная месть за неудачи на фронте. Это банальная ненависть, банальная вот эта злость, такое, знаете, мелкое чувство, вот этого мелкого, плешивого, паршивого фюрера бункерного, который пытается мстить всему миру, но прежде всего ненавидит нас. Он ненавидит украинцев, он пытается нас каким-то образом укусить, уничтожить. Ну, что угодно нам сделать. Ну, говорится, ручки короткие, ручки короткие, ножки короткие. И вообще выглядит бункерно и довольно жалко в этой всей ситуации. Просто потому что, ну, вы знаете, с гражданскими воюют просто только конченые. Только, просто конченые. Вот. И, соответственно, все его действия, вот эти вот, а еще сегодня президент Литвы приехал, а его ж колбасит, что оно сидит там, а к нему даже, я не знаю, секретарь райкома какого-то там, задрипайловского не приезжает. Вообще никто к нему не приезжает. Никто с фюрером не хочет встречаться. Фюрер обиделись. У фюрера, видите, колики от этого. Ему плохо, что в Украину едут абсолютно все. Вы посмотрите, у нас уже кто только не перебывал. От американских сенаторов до президента Литвы нет ни одной страны мира, нормальной, цивилизованной, которая не выразила свою солидарность с Украиной. Я же говорю, к нам в один день могут приехать лидеры Гватемалы и Германии. Казалось бы, очень разные страны, находящиеся на разных континентах. Они все приезжают к нам, чтобы выразить свою солидарность с украинским народом перед этой расшистской, черной, поганой агрессией. А, как говорится, этому засранцу никто не едет и к засранцу никто не пишет. Полковнику никто не пишет. Было такое когда-то, да. Но кто в курсе дела, это было уже давно. Так вот, вот это вот его мелкотравчатое желание каким-то образом населить, каким-то образом нагадить, выражается в таких вот ракетах по Киеву, по Николаеву, по Харькову. Я уже задолбался, сколько ракет прилетело. Чугуев. А куда они не прилетали? Они везде, в Менгитске, 4 ракеты лекела. Но их, правда, все укандропупили. Вот. Так что, ребята, в то время как доблестные вооруженные силы Украины уничтожают оккупанта, гонят его с своей земли, оккупант пытается отыграться на гражданских, что у него не выйдет. А не выйдет у него ничего, потому что победа будет за нами. Слава Украине! Героям слава!